Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Нет, США опять намекают на переговоры по Украине. Что за этими намеками прячет Вашингтон? О мире всегда просит тот, кто понимает, что на поле боя он не может добиться тех целей, на которые рассчитывал. Буря скоро грянет. Буря. Республиканцы пошли войной на Джо Байдена. Что заставило республиканцев отрастить клыки? Желание похоронить Байдена. Похоронный звон в 2024 году на выборах президента Соединенных Штатов. Статистика, как в принципе и социология, никогда не врут. Согласно последним вопросам, республиканцы начали резко выступать против неуемной поддержки Украины. 50% республиканцев считают, что США чересчур много делают для Киева. А цели, которые преследует Вашингтон в Донбассе, с каждым днем становятся все призрачнее. Может быть, поэтому в США заговорили о расколе общества? Ради чего республиканцы объявили фактически войну Джо Байдену? Спасут ли ослы-демократы своего предводителя от рассерженных слонов-республиканцев? Или сакральной жертвой выберут президента Украины? Расскажем прямо сейчас. В террариуме единомышленников американского политикума неожиданно взбунтовались республиканцы. Да, слоны обещали, что после завоевания Конгресса они прошерстят все счета и чеки, выставленные и выписанные Украине. Но это была предвыборная игра со своим избирателем. И электорат в эту игру с удовольствием сыграл. В итоге республиканцы взяли Конгресс. Далеко не с первой попытки выбрали спикера. И вроде бы успокоились. И тут то в одной газете, то в другой. Чуть ли не каждый день начали публиковать социологические опросы об отношении к Украине со стороны и демократов, и республиканцев. И вот тут началось. Последние социологические опросы внутри обеих партий, ни с того ни с сего, напророчили Украине бесславный конец. Хотя буквально всего-то несколько месяцев назад двухпартийное единство в отношении Украины ни у кого не вызывало сомнений. Однако сегодня агрессивно промытый мозг рядового гражданина вновь засорился крамольными мыслями о собственном благополучии. А ведь так все хорошо начиналось. Я бы сказал так, что вообще в самом начале специальной военной операции, конечно же, большинство, практически 100% американцев поддерживали участие Америки в противостоянии, соответственно, с Россией. И в этом плане картина изначально была стопроцентная поддержка. Но дальше, к сожалению, очень быстро эта поддержка стала теряться со стороны населения Америки. К примеру, в частности, по разным подсчетам социологических различных организаций, сейчас не более 40% поддерживает участие Америки в этой войне. И ладно бы дело было только в гражданах. Так нет. Нет. Ржавчина сомнений внезапно проела умы людей, которые вершат американскую политику. И внутреннюю, и, что самое главное, внешнюю. На уровне, скажем так, высшего эшелона власти в Конгрессе за первый пакет военной помощи не проголосовало там всего 7 конгрессменов. А вот за последний пакет военной помощи уже не проголосовало 57 конгрессменов. Что, собственно говоря, и показывает определенные сложности в поддержке со стороны Америки, Украины в этом самом конфликте. А тут еще пришло время Байдену выступить в Конгрессе. Ну и как, скажите под это дело, да не спросить партийцев об отношении к Украине и всесторонней помощи Киеву со стороны Вашингтона? В итоге спросили, но лучше бы не спрашивали. Газета «Вашингтон пост» и «Абси Ньюс» одними из первых выкатили на суд публики совместный опрос о помощи Украине. И когда результаты обнародовали, демократическая общественность, если не содорогнулась, то в горле у нее точно пересохла. 50% республиканцев, то есть ровно половина членов партии, считают, что США слишком много делают для Украины. В апреле 2022 года таких недовольных бурным финансовым потоком в Киев было всего 18%. Нетрудно посчитать, что за 9 месяцев число противников неограниченной помощи Украине в рядах республиканцев выросло почти в полтора раза. А потом свой опрос провела телекомпания NBC News. И снова правящая партия Белого дома похолодела. И в принципе было отчего. 63% слонов-республиканцев высказались против увеличения финансирования и поставок оружия на Украину. И только треть поддерживают военно-финансовый шабаш демократов. Экономическая ситуация в последнее время усугубилась, учитывая то, что Америка... Ей сначала надо было напечатать денег, чтобы решить проблему, чтобы профинансировать этот локдаун, который в связи с коронавирусом был долговременный. А потом на это навязался конфликт на Украине. И финансируя этот конфликт, собственно, США должны еще печатать денег, что увеличивает инфляцию. И это в тот самый момент, когда Джо Байден уже объявил о поставках Киеву 31 танка «Абрамс». У демократической партии, у республиканской партии взгляды на происходящее принципиально разные. Плюс республиканцы хотят, как они заявили, вернуться в Белый дом в 2024 году. А для этого им надо оседлать внутриполитическую повестку. Потому что понимают, что слишком много средств тратится на, казалось бы, далекую, никому не нужную войну на Украине. Пусть и в прокси-формате. Поэтому для республиканцев принципиально важно показать своему избирателю, что они заинтересованы в росте национального благосостояния, в урегулировании внутренних проблем. Как на вопросы социологов отвечали ослы-демократы, и как на цифровую атаку республиканцев отреагировал начальник демократического стада Джо Байден, мы расскажем чуть позже. А пока продолжим наши игры со слонами. Так вот, добил американское общество телеканал Fox News. Слонам и ослам нужно было ответить всего на один вопрос. Кто сегодня побеждает, Россия или Украина? 43% республиканцев отдали победу России. 42% встали на сторону Киева. Казалось бы, разница всего лишь 1%. Но ее вполне хватило, чтобы газета американских консерваторов Washington Times попыталась увидеть будущее, одновременно погрузившись в мрачные философские изыскания. Такие опросы высвечивают нечто похожее на проблему курицы и яйца. Наверное, все больше республиканцев полагают, что игра не стоит свеч, так как шансы Украины на успех довольно слабые. А может, республиканцы, предпочитающие внешнюю политику невмешательства в дела Украины, создают основания для дистанцирования от этого конфликта? В подобных ситуациях, когда целая партия в затяжном прыжке изящно переобувается в воздухе, всегда резко пахнет политической изворотливостью. С точки зрения действий республиканцев, их реакции, конечно же, это и запоздалая критика, и политическая, скажем так, конъюнктура. Но политическая конъюнктура в части того, что просто идет борьба и критика демократов со стороны республиканцев, и критикуют они их, конечно же, по тем слабым местам, которые имеются в текущей новостной повестке, а в частности, это, естественно, увеличение инфляции, которое очень сильно бьет по бюджету среднестатистического американца. С точки зрения трезвости, здесь, конечно же, наступает постепенно осознание того, что, собственно говоря, Украина в противостоянии с Россией, даже при поддержке всего блока НАТО, не сможет достичь победы. С другой стороны, эта ситуация развивается так, как Классик рассказал. Время предать – это не предать, это предвидеть. Ко всему прочему, свою и очень большую роль играет, как всегда, экономика. Экономика обладает потрясающим свойством возвращать всяких разнообразных говорунов из инопланетных туманностей обратно на грешную землю. Какая-нибудь инфляция или цена на бензин бывала, как шмякнет очередное трепло лицом, ну, например, о бензоколонку, и сразу мысли о мировом господстве куда-то улетучиваются. Прислушаешься к соседу, а он дело, говорит, оказывается. Как, например, Джон Кеннеди, сенатор-республиканец от штата Луизиана. Байден продолжает разрушать нашу экономику. Между тем, цены на топливо взлетели настолько сильно, что я не знаю, где вы живете, но в моем штате дешевле купить кокаин и просто бегать. И это при том, что цена бензина в США немного снизилась, и сегодня заправка американского пепелаца обойдется от 3,5 долларов до 4 с небольшим заголом, в зависимости от штата и марки бензина. И вот эта ядерная смесь бензин плюс инфляция бьет по демократам надмыш. Для понимания, цена на мясо в США в целом по стране выросла на 40%. Яйца к своей стоимости в январе добавили 15 к тому, что уже было. И в итоге рост по сравнению с 2022 годом составил 267%. И сейчас контрабанда яиц из Мексики выгоднее, чем контрабанда наркотиков. Еще чуть-чуть и появятся яичные картели. Да Пабло Искобару станет в гробу вертеться. Вот цитата из статьи газеты «Нью-Йорк-Пост». В ряде городов стоимость яиц превысила 8 долларов за дюжину. Этот продукт стал подпольным товаром. Его контрабандой провозят через южную границу. За последние 4 месяца количество яиц, конфискованных на пунктах пропуска, увеличилось на 108%. Яйца изымаются, а нарушителям выписывается штраф 300 долларов. И понятно, что в обзрывном росте цен на яйца виноват птичий гриб. В 2022 году болезнь уничтожила в США 43 миллиона куриц-несушек. Однако рядовому покупателю по барабану птичий гриб или змеиная ангина. Кто у власти? Демократы. Вот пусть и выкручиваются, как хотят. И это все, собственно говоря, последствия, которые население начинает ощущать все острее, ярче. И по отдельным подсчетам среднестатистическая семья сейчас в Америке будет в год тратить на 5 тысяч долларов больше элементарно на питание и на дорогу. В пересчете на наши деньги это 350-400 тысяч рублей в год больше среднестатистическая семья начинает тратить. Это колоссальные затраты. Джо Байден тоже пытается оседлать внутреннюю повестку США, дабы перебить республиканский негатив в свой адрес. Однако возможности президента Байдена ограничены, как у любого 80-летнего дедушки, пусть он даже и возглавляет ядерную державу. Если коротко, речи Байдену пишут молодые и дерзкие, а он, пытаясь соответствовать, не попадает ни в такт, ни в буквы. И поэтому никто в Белом доме не в состоянии угнаться за инфляцией. Ну и в этой связи, конечно же, население высказывает крайне сильное неудовлетворение, ну скажем так, результатами участия Америки в плане поддержки Украины. И как результат, естественно, эта повестка выводится на первый, скажем так, уровень обсуждения. И дело не в сокращении доходов при одновременном повышении цен. Дело в том, что отсутствие денег заставляет граждан по-другому взглянуть на окружающий мир. Вот американцы и взглянули. Удивлению не было предела. Оказывается, своим американским фермерам на поддержание штанов выделено 650 миллионов долларов. А какой-то Украине на сегодняшний день твое правительство уже выделило 110 миллиардов долларов. То есть каждый американец должен ежемесячно отдавать стране, которую он никогда не найдет на карте, 916 долларов. Но виноваты в этом не Джо и его ослы, а какие-то враги извне. У них как бы есть принятая стратегия обвинять во всем происходящем какие-то внешние условия, внешние факторы. И сейчас они не американцы, а американская правительство, но не может признать, что они своими руками же собственноручно создали серьезный кризис. Сами. То есть они думали, что начиная санкционную войну, это будет бить в одну сторону. Но любая война, да, она бьет в обе стороны. И санкционная война, она также ударила и по американцам. И значит, говорят наблюдатели, можно смело говорить о том, что американское общество расколото. И раскололи его и ослы-демократы, и слоны-республиканцы. Вот только слоны, которые тоже когда-то на все 100% поддерживали Киев, внезапно осознали просчет администрации Байдена на украинском направлении, сделали заднее сальто и повернулись лицом к своему избирателю. Потому что все упирается в 2024 год. Общество расколото, рядовые американцы не понимают, зачем им нужно поддерживать Украину, о точном географическом расположении, который на карте мира мало кто из них реально знает. И почему надо решать внешнеполитические проблемы в угоду проблемам внутри страны. Потому что социально-экономическая ситуация в Штатах тоже далеко не самая благоприятная по понятным причинам. Игра на этих настроениях целевой аудитории избирателей, она, конечно, представляет собой предмет интереса противоборствующих сторон республиканцев и демократов. Помимо экономики, в руках слонов-республиканцев есть еще одно оружие. Громкое, мощное и разрушительное. Оружие это можно применять хоть каждый день. И его действие ведет к расколу не только между партиями, но и к расколу американского общества. И что самое главное, это оружие создано Байденом лично. Хотелось бы думать, что в спальне, а не на заднем сидении отцовской тачки. Это самое оружие и стало главной движущей силой в жестком политическом противостоянии между слонами и ослами. Называется этот боеприпас Хантер Байден, сын Джо. Совершенно гениальное существо. Он папе устроил такую серьезную, не то что головную, я даже не знаю, головную более назвать нельзя. 191 сексуальное преступление, 128 наркотических преступлений и 140 финансов. Это один человек, один сынок. И плюс еще там есть братик, Джеймс, тоже за которым тянется. Они же с Хантером работали на какую-то китайскую корпорацию с 17 по 17 год и честно заработали 4 миллиона 800 тысяч долларов. Непонятно за что. Какая-то странная китайская корпорация, которая в первую очередь интересовала конфиденциальная информация о правительстве Соединенных Штатов. Видимо, они что-то им достали. А теперь вернемся к ослам-демократам и их ответам, социологам. Демократы отдать им должное, ребята, кремень. Ни те, ни сомнений на их светлых лицах, как только речь заходит об Украине. Ни шагу назад, если встает вопрос об увеличении финансовых потоков и поставок оружия Киеву. Опрос телеканала Fox News, мы о нем говорили чуть выше, показал, что в безоговорочную победу Киева верят 61% ослов и не верят 26% демократов. То есть соотношение один-двум. Для демократов принципиально важно, во-первых, сохранить хорошую мину при плохой игре. Они используют последние попытки и все-таки продолжают рассматривать Украину как бесконечно тлеющий очаг и бесконечный раздражитель для России. Значит, надо продолжать со стратегической точки зрения вкладываться в это направление. Но вместе с тем они до конца еще не решили, кто будет следующим президентом. Судьба президента Украины будет решаться в 2024 году, как и судьба президента США. Вот только Джо Байдену, если что, грозит лишь поражение на выборах. А Зеленского, если что, считают аналитики, ждет судьба тяжелая и незавидная. Скорее всего, из него сделают сакральную жертву и такую в последующем икону. То есть его просто-напросто физически устранят. Один из таких сценариев, он, безусловно, есть, и Зеленский прекрасно это понимает. Поэтому, да, для демократов это попытка зацепиться за край. И демократы, уже понимая, что запахло жареным, тоже начали давить на Зеленского, дабы прикрыть все краники, через которые утекают средства, выделяемые в качестве военной помощи. И при этом треть демократов уверены, что Украина переживет конфликт и останется демократической и свободной страной, сообщает нам газета Washington Post. Здесь позиции демократической партии определяются, на самом деле, не текущим конъюнктурным моментом, политическим, точнее, моментом, а вообще всей структурой демократической партии, поскольку она в основном состоит из представителей, скажем так, финансового блока. А этот блок очень сильно взаимодействует и взаимосвязан с европейскими банками, то в целом демократическая партия, вот традиционно, исторически так сложилось, она больше вовлечена в европейскую политику. А в европейской политике сейчас Украина это номер один повестка, которая определяет вообще все развитие Европы в данном случае. И в этом плане, конечно же, демократическая партия, хочет она или не хочет, она и, скажем так, институционально, и ментально, и должна поддерживать вот эту вот риторику. Но штука в том, что поддержка Украины дорого обходится ослам с точки зрения грядущих выборов. Нынешний президент никак не может или за него еще не решили сказать, идет ли он на второй срок. И чем дольше Джо и его ослы держат театральную паузу, тем больше сторонников теряет демократическая партия в целом. Агентство Reuters и социологическая служба IP-SOS провели опрос, который длился три дня. Три дня социологи мучили американских граждан и мучили не зря. В итоге всего 40% американцев одобряет работу Байдена на посту президента. Соответственно, 60% высказали свое «фу». Ослы даже не успели мозгами пораскинуть. Что же теперь со всем этим делать, как Джо на пальцах объяснил, как он относится к результатам этого опроса? Опросы больше не имеют значения. Нужно сделать всего 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить результаты. Даже люди, задающие вопросы, вы же разговариваете с ними, спросите, что они об этом думают. И вот к гадалке не ходи. Если бы результат был в пользу Джозефа, он бы этот результат признал, а критикам бы всяким республиканским заявил, что, мол, ничего не поделаешь, ребята. Так уж проводятся социологические опросы. 40-50 звонков по сотовому, и вот он я, любимец публики. В любом случае, падение рейтинга Байдена напрямую влияет на рейтинг демократической партии. И бесит избирателя не только и не столько неуемная поддержка Украины, сколько дырявая граница с Мексикой. В прошлом году границу пересекло 2 миллиона 700 тысяч нелегалов. Я даже не могу представить это количество, как за 365 дней 2 миллиона 700, поскольку нелегалов в день пересекало границу. Но это катастрофа, ведь преступность выросла на 280%. На южной границе Соединенных Штатов и Республиканцы, конечно, просто с ума сходят на эту тему. Они хотят страну назад. Но ослы, вместо того, чтобы попытаться найти общий язык с избирателем, упорно продолжают гнуть свою линию на Украине. Деньги, оружие и политическая поддержка. И так без конца. Чем слоны с удовольствием и пользуются, чтобы втоптать ослов в жирный предвыборный чернозем. Общие расходы на Украину, как уже сейчас заявил недавно Столтенберг, составляют порядка 120 миллиардов долларов. Это совокупный объем помощи, включая страны, естественно, Европы, Евросоюза. Но львиная доля, как мы понимаем, все равно приходится на Соединенные Штаты Америки. Поэтому борьба между республиканцами и демократами за место в Белом доме в следующем году нешуточная. И Украина — это, собственно, та черная дыра, куда все сливается с одной стороны. С другой стороны, для республиканцев это очень хорошая возможность показать несостоятельность, коррупционную составляющую режима Байдена. Однако все эти настроения республиканцев об уменьшении поддержки Украины в принципе ничто по сравнению с тем, что намерены сделать слоны на следующем этапе борьбы за Белый дом. А посему вернемся к социологическим опросам. Институт Гэллопа предложил демократам и республиканцам выбрать один из двух вариантов. Первый. Поддержать усилия Украины по освобождению территорий. Второй. Завершить конфликт, согласившись на территориальную уступку. Позвольте огласить результаты. 41% республиканцев готовы подумать о территориальных уступках России, чтобы остановить конфликт как можно быстрее. Среди демократов таких всего 16%, сообщает нам газета в Вашингтон-Пост. То есть почти 60% партийцев и с одной, и с другой стороны настроены дать Киеву хорошую затрещину. Вот ведь что выборы животворящие делают. Хотя дело не только в выборах президента, дело еще и в возрасте кандидата. И одного, и второго, если они, конечно, решатся. Желание похоронить Байдена. Похоронный звон в 2024 году на выборах президента Соединенных Штатов. Я думаю, это не только республиканцами движет. И, насколько я помню, проходил опрос, когда в ноябре голосовали на выборах в Конгресс и Сенат. Были экзитполы по поводу возраста президента. И 75% опрошено сказали, спасибо, больше не надо. То есть, я думаю, возрастных президентов больше не будет. И возраст Байдена, конечно, играет не только против него, но он играет и против Дональда Трампа, которому сейчас 76 лет, через два года будет 78. Но штука в том, что битва за трон президента США – это авансцена, где два деда пытаются свалить друг друга под улюлюканье галерки. К радости зрителей, однажды кто-то из них будет держать в руке череп противника и произнесет сакраментальное «Либо бедный Джо, либо бедный Донни». Намного интереснее то, что происходит за кулисами. Вот где настоящая битва. И за власть, и за дальнейшее политическое существование и демократов, и республиканцев. Байден – это больше фигура номинальная, и противостояние идет на уровне элит, элитных группировок. С одной стороны, это Госдепартамент и Энтони Блинкен, с другой стороны, это ЦРУ и глава ЦРУ Бернс, который, как мы помним, недавно целый ряд провел встреч, визитов, в том числе был и в Киеве. И вот противостояние между ними от того, как оно будет складываться и развиваться, и зависит исход, в общем-то, этого сражения, этой битвы. Но все понимают, что, в общем-то, на Украине надо вот эту компанию военную потихоньку сворачивать. И тут, как по заказу, Нью-Йорк Таймс выпускает материал с весьма ярким заголовком. У России и Украины есть желание начать переговоры, но у США другие планы. Автор статьи Кристофер Калдуэлл пишет по нынешним американским временам откровенную ересь. Он действительно считает, что пришло время переговоров между Москвой и Киевом. И даже решение Байдена отправить на Украину танки Абрамс не помешают дипломатии. А вот что может помешать, так это Белый дом, который заменил с собой целую страну – США. Стратегия Байдена влечет за собой эскалацию. Приступив определенную черту, Соединенные Штаты уже перестают помогать, консультировать и снабжать украинцев, так как они помогали, скажем, маджахедам в период холодной войны. В этот момент Соединенные Штаты заменяют Украину в роли главного противника России в этом конфликте. Технологический блок, который объединяет вообще фактически все вооруженные силы Украины, но это технологический блок Соединенных Штатов Америки, и он обслуживается опять-таки специалистами из Америки. А уж что говорить относительно того высокотехнологического вооружения, о котором сейчас идет речь, да, это и танки Абрамс, это и самолеты F-16, о которых уже сейчас, да, заговорили непосредственно о поставках. Я уж не говорю про обслуживание, а само пилотирование и использование данного вида техники подразумевает высокий уровень обученности для использования этой техники. Поэтому велика вероятность, что, собственно говоря, эти техники приедут не только сама по себе, но и в сопровождение, соответственно, специалистов из Америки. Надо сказать, что это уже не первая и не вторая попытка со стороны США прощупать возможности переговоров между Россией и Украиной. И пока все эти попытки Вашингтон качает либо через прессу, как в нашей сегодняшней истории, либо через всякие аналитические центры, но без внятной реакции со стороны официальных лиц. И, конечно, всеми этими намеками и полунамеками на переговоры и демократы, и республиканцы пытаются обезопасить с политической точки зрения предвыборную поляну 2024 года. Но здесь есть нюанс. Любая война в любом случае заканчивается за столом переговоров. Она прежде всего заканчивается капитуляцией одной из сторон, а потом стороны садятся за стол переговоров. Так что Амире всегда просит тот, кто понимает, что на поле боя он не может добиться тех целей, на которые рассчитывал. Поэтому надо очень осторожно подходить к этим знакам, можно сказать, с американской стороны о том, что вот пора начинать мирные переговоры. С одной стороны – да. С другой – и на демократов, и на республиканцев давит экономика, будь она неладна. Санкции против России обрубают возможности всех участников мировой торговли. А регенерация проходит медленно и тяжело. Я думаю, что военные действия будут остановлены как минимум, потому что они вносят дисбаланс, конечно, колоссальный в мировую экономику, в мировой рынок нефти, в мировой рынок газа, в мировой рынок перевозок, в мировой рынок страхования и так далее. То есть нет практически отраслей, которые бы не затронул этот конфликт. И вот здесь появляется новое действующее лицо, последнее в нашей истории. Пока ослы бьются со слонами в междоусобной войнушке, президент Украины поехал с чесом по Европе. Начал с Лондона. Встретился с премьер-министром Британии, английским Раджой Риши Сунаком, выступил в парламенте и, потрясая шлемом военного летчика, потребовал самолетов. Затем навестил короля Англии и стряхнулся в Париж. А в Париже была встреча с Эммануэлем Макроном. Зеленский и здесь потребовал истребителей. Но президент Франции вместо самолетов наградил президента Украины орденом почетного легиона. А дальше, если бы не камеры, кто знает, чем бы это награждение закончилось. В общем, увидеть Париж и умереть. Зеленский искренне рассчитывает на то, что, совершая поездки по Европе, общаясь с европейскими лидерами, он сможет отыграть себе какие-то гарантии безопасности, сохранить свою жизнь и сохранить, пусть даже в урезанном виде и формате, свою власть, свое влияние. Потому что один из возможных как раз сценариев – это передача России 20% в территорию Украины. Ну, собственно, что сейчас уже де-факто и де-юре имеет место быть. И просто американцы, в принципе, готовы этот статус зафиксировать. И если это так, и Зеленский вписан в новую геополитическую игру, а давайте поговорим об окончании конфликта, то второй срок Байдена может спасти лишь ускорение этого процесса, чтобы въехать в Белый дом на белом осле мира. Ибо вышел свежий опрос по дедушкину душу. Агентство Associated Press сообщает, 62% демократов выступает против выдвижения Байдена на второй срок. Среди всех граждан США этот показатель еще выше – 78% категорически, судя по цифре, против того, чтобы Джо вновь стал президентом. Прислушайся, Джо, к народу. Не доводи до 100%.